Всех приветствую! Продолжаю просматривать работы художников и описание этих работ. Филипп де Шампейн . 1662 год холст масла находится в музее Лувра в Париже, Франция, 164х228 см. Дочь Шампейна постриглась в монахине в порт-рояле под именем Катрин де Сент-Сюзанна и была чудесным образом извлечена от паралича. Настоятельница порт-рояля, мать Агнес Арно, решила устроить новенну, после которой больная монахиня проснулась, выздоровевшая, и смогла самостоятельно пойти на мессу. Новенна – древняя традиция преданной молитвы в христианстве, состоящая из частных или публичных молитв, повторяемых в течение 9 дней или недели подряд. Филипп Шампейн написал большую картину «Экс Вота», посвященную Христу, единственному врачевателю душ и тел, в которой фигурирует его больная дочь и мать-настоятельница. Классический натурализм этого шедевра был достигнут за счет упрощения. Считается одной из самых совершенных работ де Шампейна. Работа изображает чудо с участием его дочери, которое, как говорят, произошло в монастыре Порт-Руэль де Шан. На картине изображена мать-настоятельница Катерина Аниес-Арнова и сестра Катерина де Сенсюзанна, дочь художника. Луч света озаряет мать-настоятельницу. На 9-й день ее новены для дочери Шампейна, сестры Катерин де Сенсюзанна, в надежде, что она излечится от своей болезни. Катерин, сидящая и молящаяся, была единственным выжившим ребенком художника и страдала от болезни паралича. До этого момента молитвы и медицинское лечение оказывались бесполезными. После молитв сестра Катерин попыталась ходить, обнаруживая, что болезнь ушла. Картина представляет собой выражение благодарности отца за излечение ее дочери. Композиция уникальна среди работы Шампейна. Две фигуры имеют богато очерченные скульптурные формы, придающие им жизненную силу и выделяющие их из ограниченной цветовой палитры и простоты обстановки. Поскольку две фигуры доминируют на холсте, они продают картины монументальность. Текстура, вес и складки их одежды смоделированы в мельчайших деталях, что свидетельствует о фламандском образовании де Шампейна. На картине слева на стене есть надпись на латыни. Надпись, адресованная Христу, повествует о том, что сестра Катрин 14 месяцев страдала от высокой температуры и половина ее тела была парализована, что она также молилась вместе с матерью Аньес и ее здоровье восстановилось. Де Шампейн предлагает картину как свидетельство этого чуда и выражение его радости по поводу выздоровления его любимой дочери. Вот такое описание к работе экс-вота. Экс-вота это подношение по обету святому или божеству, совершаемое во исполнении обета, или в знак благодарности, или преданности. Этот термин обычно применяется только к христианским примерам. Так говорит Википедия. Автор Филипп Де Шампейн. Описание я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok